Доброго здравия! На Руси были обереги амулета разные, и в этом видео я расскажу вам о том, как можно сделать амулет ладошка. В северной сказке люди знакомятся с известными оберегами амулетами и вот с такими почти забытыми. Посмотрите, что вам нужно для изготовления амулета ладошка. Это два кусочка материала. В нашем наборе это прекрасная желтковистая береста. Вам нужна ниточка для сшивания двух кусочков и бумага с заговором, который вы положите между ними. В обережном наборе северной сказки вы видите два кусочка бересты примерно размером 6,5 см на лицевой стороне. Знак светоч. Знак примерно размером 44 мм. Такой амулет можно носить в брючном кармане или положить в карман сумки. Его можно заговорить на любое благо. Здоровье, обретение любви, благополучия, сдача экзамена, все, что вам кажется верным. Этот амулет можно положить на алтарь, повесить над дверьми, над окнами, как делали наши предки, над печью. Вешали даже на косо, если у вас есть коса до пояса. Хороший накосник получится. Подвешивали к сбруи коня. Сейчас вы можете повесить вот этому летовому машину. Пришивали к одежде. Все, куда можно повесить, пристроить вот эту прекрасную, добрую, душевную и волшебную вещь. Вот это уже ваше воображение вам подскажет. Давайте посмотрим, как просто сделать такой оберег. Так. Береста наша очень тонкая. На ней знак светоч. Хотела сказать, что этот знак, он соединяет в себя знак Калиды, Бога Молодого Солнца, и знак Лады, Ладенец, Лады Небесной Матери. Поэтому сам по себе вот этот оберег можно делать и для мужчины, и для женщины, и для ребенка. И с этими чувствами, с добрыми, заложить добрый заговор внутрь и радоваться тому, что вы можете это сделать. Как начать, как приготовиться к изготовлению оберега? Выберите время дня, когда у вас будет такое тихое время, когда вас никто не будет отвлекать. В зависимости от ваших навыков, вам понадобится 15, не больше 20 минут. Нет. Утро или вечер, день – это не важно, потому что знак, он вот такой вот и мужская, и женская энергетика, обращенный ко всем нашим, получается, родным богам. И время дня, и время луны не важно. А время луны не важно, потому что в заговоре, который будет там у вас внутри, в этом чудесном амулете, там есть и защита от несчастья, и уговор на исполнение чаяния, что, по сути дела, делает его таким особо универсальным. Вы можете делать это в любое время лунного месяца и лунных суток. Поэтому время просто такое, когда вы знаете, что вас не будут отвлекать от этого волшебства. Ну и место такое, чтобы вам было уютно сидеть, чтобы вы получили сами большое удовольствие от вашего волшебного рукоделия. Подготовьте все нужное, чтобы не вставать, не метаться по дому. Нужное, кроме набора, нужна иголочка ваша любимая, ножницы, самые обычные, которыми режете бумагу, карандаш, простой карандаш для разметки, и ручку, чтобы вписать нужное в бумагу с заговором. Вот и все. Давайте посмотрим. Вы берете два листика бересты и скалываете их иголочкой. Береста очень тоненькая. Вот такой мой совет. Вы бересту чуть-чуть влажными ладонями намочите ладошки свои, и чуть-чуть бересту погладьте, чуть-чуть она намокнет и станет таким прекрасным поделочным материалом шитье, но будет неотличимо от шитья с обычной тканью. Вы берете ножницы, отрезаете ненужное, берете карандашик и проводите линию будущего шва. Советую вам сделать карандашиком точечки примерно по полсантиметра друг от друга, потому что это будут места, в которые вы будете втыкать иголочку. Берете красную ниточку, берете иголочку, достаточно тонкую, чтобы у вас были аккуратные дырочки, и достаточно прочную, чтобы такую ниточку спокойно продеть. И начинаете шить самым простым швом вперед иголку, ниточкой от себя. Вот здесь вы видите, что прошито в одну сторону. Такое предупреждение, что весь оберег должен быть шит одной ниточкой, одной непрерывной ниточкой. Сделали, прошли в одну сторону, поворачиваете и прошиваете в другую сторону. То у вас получается такой непрерывный, непрерывный, ручной такой, душевный шов. Не как на машинке. Он ручной, он немножко кривоватый. И в этом состоит его человеческая прелесть и красота. После того, как вы прошили в две стороны шов, вы обрежьте край рядышком с прошитой строчкой. Примерно 2 мм оставляйте. Сильно к нитке не стоит делать, потому что тогда вы можете, если опасность, повредить шов. А большой тоже не очень хорошо. И вот 2-3 мм бересты по краям. Это же природный материал, он никуда не будет рассыпаться. Все будет прекрасным образом скреплено. После того, как у вас получился такой замечательный кармашек, вам надо взять бумагу, ручку. И на нашем заговоре вставить имя того, для кого вы делаете этот амулет. И написать благо, которое вы своей любовью, своим чародейством сюда вставляете. И хотите, чтобы он действовал. Мы дадим вам заговор, в который вы напишите имя того, на кого делается и благо. Это короткий и емкий заговор, который поместится на бумаге, включает в себя защиту и чародействие. Три раза прочитаете с любовью и уважением к родным богам. И зашиваете. Вот на нашем амулете ладошка зашита сверху таким швом, который называется тамбурный шов. Вот такой чудесный амулет вам на благо. В наборе, который вы видите перед собой, бумага с подробным объяснением, бумага с заговором, два листика бересты примерно 6,5 см, и красная нить достаточной длины для того, чтобы у вас все получилось. Вот такой он старинный амулет ладошка. Конечно, после моих объяснений вы и сами можете сшить такой амулет из любого материала, положив внутрь свой заговор. Но хочу сказать, что в нашем наборе подбор материала такой душевный. Это шелковистая береста, этот прекрасный оттиск чудесного обережного знака, светоч, северный заговор, красная нить, вам может показаться самым легким и приятным способом получить такой оберег, просто заказать его в северной сказке и самым волшебным образом сделать его, заговорить и позволить любви родных богов оберечь вас и ваших близких. Желаю вам добра и счастья. До новых встреч!